Добрый вечер всем! Ни для кого не секрет, что мы в день отчета омера, который считается праздничным. Я не произношу его, потому что я еще не вспомнил заповедь сказать, какой день сегодня омер. Все и так знают. Для того, чтобы не лишиться возможности сказать богословение, я не буду говорить, какой сегодня день. Но дело не в этом. Дело в том, что этот день связан с кончиной Раби Шимон Бары Юхая, человека, через которого передается традиция тайного учения. Я напомню, что вся Тора, как через призму, проходит через Раби Акива. Это период восстания Бар-Колбы, 132-135 год этой эры. И Раби Акива не только поддерживает восстание Бар-Колбы, он готовит Тору, если так можно сказать, устную Тору в записи. Мы привыкли всегда слышать, что Раби Иуда Анаси, который жил в районе 220 года этой эры, он записал или он подготовил устную Тору к записи. Однако начало этого он положил Раби Акива, он сформировал разделы, по которым записывалась информация устной Торы, шесть разделов Мишны. Это его дело и понятно почему. Потому что Раби Акива, он думал не только о восстании, он думал и о том, что будет после восстания, если оно потерпит поражение, а такой вариант, такая, скажем, такую возможность он рассматривал. И он поручил своим ученикам, он сам начал подготовку записи устной Торы и поручил своим ученикам продолжить это дело. И двое из его учеников, Раби Мейер, он занялся записью закона. И из его трудов впоследствии, Раби Иуда Анаси, он и сформировал то, что называется Мишной. Поэтому говорят, если не указано имя автора в Мишне, то это Раби Мейер, он составлял, и он, как бы, можно сказать, и скромность. Еще по многим причинам он не указывал свое имя. Так что, если нам попадается какое-то высказание Мишне, и нет у него автора, то, скорее всего, это Раби Мейер, ученик Раби Акивы. Раби Акива разделила, как мы помним с вами, Тору, если так можно сказать, на закон и эзотерическое учение. И запись закона он поручил Раби Мейеру, а эзотерическое учение Раби Шимон Барью Хаю. Если учение Раби Мейера, оно формировалось открыто и обсуждалось открыто, и в 220 году перешли к записи той информации, которую мудрецы обсуждали устно, сформировалось смешно, короткие высказывания мудрецов, разбитые по шести разделам, то тайное учение, эзотерическое учение, оно осталось скрытым, очень надолго передавалось, либо совсем без записи передавалось мудрецами, либо существовали книги, свитки, которые не распространялись. И, как мы с вами помним, в 13 веке через Рамбана Нахманида или через его ученика Раби Маше де Леона, тут есть многие версии, это совершенно для нас неважно. Через 13 века появилась книга Зор, это плод трудов Раби Шимон Барью Хая, Раби Мейер, Раби Шимон, я напоминаю, оба были учениками Раби Акива. Разделение на закон и, так сказать, эзотерическое учение, оно несколько искусственное, потому что Тора, она цельная. И понятно, что закон, закон, который есть в нашей жизни, он является отображением, если так можно сказать, проекции духовных миров. И для того, чтобы его понимать полностью, понимать его смысл, конечно, нужно было бы представлять его, представлять корень нашего, корень наших законов, то, как он доходит к духовным мирам. Совсем недавно я столкнулся с тем, что существует распространенное мнение, что о том, что Галаха и, как говорят, Каббала, мистическое учение, это совершенно две разные вещи. Это настолько ошибочное мнение, что даже трудно об этом говорить. Как может быть, скажем, высокая наша философия, мистическое учение, никоим образом не связано с Каббалой. Откуда берется такое мнение, я не знаю, представить себе трудно. Если мы, скажем, открыли бы с вами мысленно труды Аризаля, записанные Хаим Виталем в XVI веке этой эры, Аризаль, Раби Ашкинази, как вы представляете себе, тоже некоторая такая призма, если можно сказать, если Раби Акива призма, который вобрал в себя всю Тору в свое время, то Раби Ашкинази, Аризаль, Раби Лурье, это все имена, которыми его называют, несколько имен, сейчас мы не будем разбирать. Он тоже как призма жил в спать и вобрал в себя всю Каббалу, все мистические учения. И существует целый ряд книг, составных его учеником. Так вот, безусловно, часть этих книг посвящена смыслу заповедей, которые раскрываются через духовные миры. Так что не следовало бы думать, что это какое-то правило Каббала отдельно, мистическое учение отдельно, а Галаха закон отдельно. Это все существовало как единое целое, и мудрецы даже не мыслили раньше такого разделения, как мистическое учение и Галаха. Это было сделано вынужденно, было сделано ради Раби Акива, когда закон, так сказать, можно представить себе сухой закон, существует отдельно, а такая мистика, которая ближе к душе человека, она существует отдельно. Все это было сливалось как бы воедино, и мудрецы совершенно не разделяли эти два направления, два течения. И Раби Шамон Бар Юхай, что мы знаем о нем, кроме того, что из его учения сформировалась книга Зор, которая переводится как свет, свечение. Он один из мудрецов, один из мудрецов, который упоминается в Талмуде и упоминается также в Перке. А вот мы постараемся посмотреть сегодня с вами. И то, что его отличало, скажем, одна из черт, которая его отличала, это его бесконечная преданность земле Израиля. На мой взгляд, и не может быть иначе, потому что земля Израиля, да, вот она, она сама по себе есть мистика, скажем, да, или медитация, если так можно сказать, в земле Израиля чувствуется, как бы, да, что каждый, каждый материальный объект, каждый материальный объект, он о чем-то говорит, о чем-то рассказывает гораздо сильнее, чем в других местах. И в земле Израиля ощущается, что, как бы, через окружающий тебя мир говорит один источник, не какие-то силы разные и разнообразные, которые скрываются за каждым деревцем и за каждым цветочком скрывается что-то другое. Нет, здесь говорит один источник, и поэтому не представляется, что, скажем, еврейская мистика, еврейское эзотерическое учение, оно совершенно неотделимо от любви к земле Израиля. И там, где ты чувствуешь, что нету у мудреца, нету у мудреца Торы, нету у него привязанности такой, скажем, да, вот такой захлёстывающей привязанности к земле Израиля, это вызывает недоверие. И является ли его учение истинным, не является ли оно в какой-то степени ошибочной, потому что как мистик может не гореть любовью к земле Израиля, где, так сказать, небо соединяется с землёю, духовный мир соединяется с материальным, и человек это чувствует, это выходит на его ощущения. Мистик не стремится сюда, еврейский мистик не стремится сюда, он не чувствует это, вызывает большое подозрение. И как раз Раби Шимон Бар-Юхай отличался такой вот любовью к земле Израиля. И в трактате Брахот он говорит, что три дара Всевышний дал сыновьям Израиля, и дал он их через страдания, через мучения. Эти три дара – это Тора, будущий мир и земля Израиля. Можем представить себе, что Тора – это высокая духовность, будущий мир, он тоже какой-то очень высокий духовный аспект. Земля Израиля, она приравнивается к ним. Раби Шимон Бар-Юхай приравнял к этим двум аспектам, значит, она также очень высокий духовный аспект, или, скажем, то, через что раскрывается духовность для человека. Что это значит, что через мучения, да, Всевышний совершенно не обязательно физические мучения, страдания, он не это имеет в виду. Просто каждый раз для того, чтобы подняться на новый духовный уровень, нужны колоссальные усилия. И человеку нужно отбросить старые представления о мире и наполниться новыми, более высокими, можно сказать, более общими, например, или более абстрактными представлениями о мире. Подняться с одного уровня представлений даже о духовности к более высокому уровню. Это всегда требует напряжения, это может быть такое же мучение, скажем, как у поэта, который не может подобрать слова и не может, тот у него что-то горит в душе, а вот он не может выразить эту мысль, это настоящее мучение. Он не может спать, не может успокоиться, пока, наконец, он не подберет нужные слова, нужные строки, которые выражают его мысль. Вот, может быть, что-то похожее, если так допустимо сравнить, происходит с человеком, который стремится к высоким знаниям Торы, который хотел бы, скажем, присниться к свету будущего мира, то есть высокой духовности будущего, уже сейчас присниться к свету будущего мира, у него часто это происходит через страдания, через мучения, через духовные мучения, через усилия, можно сказать, подняться на новый уровень. Иногда у него не получается. Это приводит его к, то, что называется, декаон, депрессии. И, наконец, прорыв, он выходит на новый уровень и большая радость от того нового, что он понял, что он узнал и что он осознал. И, опять же, Раби Шимон Бар-Юхай в трактате Брахот, это относит к Торе, к свету будущего мира, духовному, к свету будущего и к земле Израиля. То есть он ставит ее на один уровень по духовной высоте с Торой и светом будущего мира. Раби Шимон Бар-Юхай в жизни, как бы, он притворял постоянно эту идею, идею привязанности к земле Израиля, он притворял его постоянно в жизнь. Когда мы знаем, что он жил в трудное время, то есть мы его застаем, на самом деле, еще в школе в Явне после великого восстания, потерпевшего поражение в 68 году, когда был разрушен храм, через три года мудрецы собрались в городе Явне для того, чтобы возобновить усилия по восстановлению Тора. И там мы видим Раби Шимон Бар-Юхай в качестве молодого ученика. Основная, наверное, его деятельность пришла на период восстания Бар-Колбы и после восстания Бар-Колбы. И это было очень трудное время, когда народ просто нищется после этого страшного погрома, который учинила римская администрация. И рассказывается Раби Шимон Бар-Юхай, что его ученики узнали о том, что один из их товарищей уехал, ушел за пределы земли Израиля и там разбогател. Они очень хотели также как-то жить достойно. Тогда Раби Шимон Бар-Юхай увидел их сомнения, он вывел их в долину, которая названа долиной Римон. И она наполнилась вся золотыми монетами. Раби Шимон Бар-Юхай сказал, берите, кто хочет, но только знайте, что вы берете часть от своего духовного мира. То есть он имел в виду, как она наполнилась монетами, совершенно не важно, были это реальные монеты или это было видение, которое было вызвано таким великим мистиком у своих учеников. Важно то, что он показал им, сказал и показал им и дал почувствовать, что всякий, кто применяет богатство, достаток на землю Израиля, всякий, кто ради этих монет захочет покинуть землю Израиля, он возьмет от своего духовного мира, отрежет от своего духовного мира. Однажды Раби Шимон Бар-Юхай хотел вместе со своим товарищем пойти учить Тору к рабе Иуда бен Птейра, который жил за пределами земли Израиля на севере, так сказать, северной земли Израиля. Он хотел пойти к нему, и вот он уже собрался, но когда они зашли до границы Израиля, Раби Шимон Бар-Юхай заплакал и повернул обратно. Даже знания Торы, которые можно было бы получить у великого мудреца, те знания, у которых не было у других мудрецов, недаром к нему пошел Раби Шимон Бар-Юхай, даже эти знания, они для него не оправдывали того, чтобы переступить границу земли Израиля. И мы помним с вами, что когда Раби Шимон Бар-Юхай преследовали римляне за его мнение, за его высказывание, Дело в том, что, скажем, события, о которых мы говорим, они, сейчас будем говорить, они относятся ко времени 25 лет после восстания Барковбы где-то, когда римская администрация начинает восстанавливать провинцию, разрушенную, разоренную провинцию, полностью начинает восстанавливать ее, полностью разрушенную провинцию для того, чтобы получать доход от этих мест. И многие евреи, они начинают сотрудничать с римской администрацией. Раби Шимон Бар-Юхай резко высказывается у римской администрации, ему приходится бежать, и он скрывается 13 лет вместе со своим сыном в пещере, и там как раз, наверное, они постоянно занимаются торой и формируются основы книги Зоор, которая впоследствии передается из поколения в поколение. Это как бы, это нам понятно, но стоит обратить внимание на еще один момент. Раби Шимон Бар-Юхай не мог терпеть чужой власти, и, конечно, для него земля Израиль, ее святость, она проявляется тогда, когда сыновья Израиля живут на этой земле, тогда, когда здесь существует власть, еврейская власть, по крайней мере связанная, основывающаяся на законе Торы, и римскую администрацию ее господство он воспринимал очень тяжело. И то, что нам нужно отметить, что раби Шимон Бар-Юхай не убежал за пределами земли Израиля. Его товарищ, раби Мейер, в какой-то момент, когда попал в трудную ситуацию, в конфликт с властями, он должен был убежать из земли Израиля, убежал из земли Израиля. Раби Шимон не поступил подобным образом. Он предпочитал жить 13 лет в пещере в тяжелейших условиях, но только чтобы не покинуть землю Израиля. И, говоря о мудреце, мы сейчас посмотрим его высказывания в Перке Авод, в поучении отцов. Мы занимаемся поучением отцов, но сегодня не пойдем по порядку, а посмотрим то, что говорит раби Шимон Бар-Юхай, и постараемся представить еще одну его сторону, сторону его учения. Это мы с вами сделаем. Но то, что хотелось бы, то, что бы хотелось подчеркнуть еще и еще раз, любое мистическое движение, которое, а где бы оно ни брало свое начало, откуда бы оно ни вытекало, оно, и оно не ставит во главу угла землю Израиля, как бы в нем нету этого огня, пылания, горения настоящего, не то, что какой-то там свечечки там, да, вот тлеющий, а огня, горения, любви к земле Израиля, оно вызывает, оно вызывает подозрения, и можно сомневаться, можно сомневаться в его истинности. Если мы говорим, если мы будем говорить, скажем, вот о таком одном из центральных моментов, одном из центральных моментов передачи мистического учения, можно сказать, развития мистического учения, которое оказало большое влияние на наше время, это мудрецы Цфата XVI века, это и Раби Моше Кардавера, и тот же Аризаль, и тот же самый Иосиф Каро, который известен как автор Шухана Руха Галахического Турда, он тоже был величайшим мистиком. Мы целая плеяда, так сказать, каббалистов, каббалистов XVI века, они все перебрались в землю Израиля, как только появилась у них такая, появилась такая возможность. И здесь, в земле Израиля, они развивали мистическое учение, а не за ее пределами. И, скажем, да, вот поэтому, скажем, да, великое, скажем, великие мистические учения, они могут быть пронизаны только любовью к земле Израиля. Возьмем, скажем, да, в качестве еще такого примера, возьмем в качестве такого примера Вильнинского Гаона, XVIII век, начало XVIII века, да, величайший мистик, написавший каббалистические труды, и комментарии книги творения, вся его, скажем, деятельность, мысль, как бы, как сказать, философская, вся его идеология была в том, чтобы встать, подняться и переехать в землю Израиля, потому что настало время освобождения, и он поручил своим ученикам собраться в земле Израиля, и более тысячи семей, которые находились под влиянием Гаона, они переехали в землю Израиля. Я это говорю совершенно не случайно, потому что сегодня существуют целые, как бы, течения, школы и так далее, которые заняты мистикой, каббалой и так далее, они никоим образом не упоминают землю Израиля, в них не чувствуется этой любви к земле Израиля, и это, я еще раз говорю, само по себе вызывает некоторую осторожность, осторожность по отношению к книгам, в которых земля Израиля вообще, в принципе, не упоминается. Давайте соотнесемся, попробуем соотнестись с Мишной, в которой упоминается Раби Шамон Бар-Юхай, и говорится о его высказывании в «Перкей-Авод». И дальше попробуем развернуть ту тему, которую я хотел с вами сегодня обсудить. Так, берем, берем экран, берем экран. Есть, просто, да, просто я, к сожалению, файл не назвал, как бы следовало, да. И вот возьмем основное, основное то, что говорит Раби Шамон Бар-Юхай в Мишне, в Масахе-Тавод. Это мы с вами, как вы видите, находимся в четвертой главе. И здесь говорится, Раби Шамон говорит, есть три короны. Это корона Торы, корона Священства, корона Царства и корона хорошего имени поднимается над ними. Да, еврейский – хорошее имя, доброе имя – это Шемтов. Да, сразу мы представляемся Бааль Шамтов, да, то, что переводится как «хозяин доброго имени». Вот что-то здесь перекликается. Давайте попытаемся представить себе, о чем здесь говорит Раби Шамон. И, безусловно, это момент, связанный с его личностью, отражающий его личность и отражающий его учение. Три короны. Говорят, что, скажем, в храме, в храме есть такая корона над крышкой, можно сказать, украшения, венец такой, как украшения над Ковчегом Завета. Да, и эта корона, она соотносится с короной Торы, потому что в Ковчеге Завета лежит свиток Торы из Крижали. Есть корона священства, священников. Она связана с таким же украшением, некоторой такой золотой короны, которая над золотым жертвенником, который стоит в внутреннем помещении храма. И есть корона, которая над столом, на котором укладываются золотые хлеба. И это, она соответствует короне царства, царской власти. И остается у нас менура, которая горит, дает свет, но у нее нет никакой короны, однако в ней есть масло, и она дает свет. И вот свет миноры как бы предназначен для того, чтобы вот такой материальный свет в храме горящий стал несущий для света бесконечного, чтобы этот свет соединил свет материальный, можно сказать, и материальный мир с бесконечным светом, который распространяется из святая святых. И вот с ним, и с ним Раби Шимон соотносит доброе имя. Что значит доброе имя? Если мы можем представить себе корону, корону Торы. Это соответствует мудрецам Торы Великим, корону священства соответствует священникам, первосвященнику, корону царства. Это соответствует царю, что же такое корона хорошего имени. Корона хорошего имени, мы можем представить себе это как раз все, как раз все то, что соединяет материальный и духовный мир. Для Раби Шимона Бар-Юхая это может быть и мистическое учение, и знание имен Всевышнего, владение ими. С одной стороны, можно сказать, что это аспект Торы, с другой стороны, это такой наиболее высокий аспект Торы. То есть мы видим, что мистик, он соотносится с тем, что как бы у народа должна быть Тора, у народа должно быть служение в храме, через священников, у народа должен быть царь, но у народа также должно быть и высочайшее знание имен Всевышнего, которое позволяет соединить духовный и материальный мир. И вот это как бы знание имен Всевышнего, если так можно сказать, еврейской мистики, знание о духовных мирах, оно для Раби Шимона является самым высоким. То есть мы чувствуем человека, который, если так можно сказать простым языком, был склонен к мистике, мистическому знанию, к познанию духовных миров. Имя, имя Всевышнего, знания имен Всевышнего упоминает ранее в Перке Авод и Гелель Старший, который говорит «Нагад шма, авад шма». «Авад шмо» – тот, кто взял, схватил имя, тот потерял свое имя. Он имеет в виду имя Всевышнего, высочайшие аспекты Торы, которыми человек ни в коем случае не может пользоваться для себя лично, как бы присваивать себе их. Поэтому он говорит «взял имя», имеет в виду имя Всевышнего, эти высочайшие знания. Если он взял как бы что-то от этого, от этих знаний взял для себя, «Нагад шма» – он потерял свое имя. Это здесь с Раби Шимон Бар-Юхай и соотношением к Гелелем Старшим в предыдущих главах Мишны, Перкей, Авод. Прежде чем перейти к следующей части наших занятий, я бы хотел на секунду остановиться. Вот я останавливаю демонстрацию и хочу спросить вас, что хотите сказать, что хотите добавить, подчеркнуть и так далее. Спросить я к вашим услугам. Я открыл все микрофоны. Пожалуйста, все участвующие могут писать либо в чате, либо озвучивать, как вам удобно. Я вижу, что значок закрытого микрофона. Это значит, что каждый может открыть свой микрофон. Я вижу, что Тимофей. Пожалуйста, Тимофей. Да, добрый вечер. Ну, не знаю, может, я немного вперед забегаю, но раз уж мы такую тему затронули, хотелось бы понять, насколько на иных могут заниматься Кабалой, в какой форме, и лучше к этому вообще не прикасаться. Какая от этого может быть польза для нас? Это очень-очень сложно. Значит, во-первых, я в дальнейшей нашей части не хотел бы как бы... Я бы сказал так, да. Я бы сказал так, что запрета нету. Запрета нету, как заниматься высокой философией, так и Кабалой, скажем, мистическим учением. Запрета нету. Есть одна проблема. Следует очень хорошо себя контролировать для того, чтобы понимать, что ты делаешь. Это не в том плане, что там есть наказание небес, или что вен-нох он, скажем, отличается от сыновей Израиля в этом плане. Совершенно не в этом. Это в том, чтобы не запутать себя, не прийти к ложным выводам, не, скажем, да, не прийти к неверным представлениям, к неверным представлениям о Всевышнем. В этом, скажем, да, вот если человек понимает, что он делает, и здесь себя очень хорошо нужно контролировать, понимаете, потому что есть, скажем, математика, да, и когда человек учит математику, скажем, в школе, в университете, там есть контрольные, и он конкретно отвечает на конкретные вопросы, решает конкретные задачи, и понятно, становится понятно, понимает он, не понимает материал, знает он его или нет, владеет он или нет, умеет он им пользоваться или нет, становится, он получает определенную ответку, отметку, скажем, допустим, справедливую, объективную, и становится понятно. Здесь, когда мы попадаем с вами в такую область, как Тора вообще, и особенно Кабала, это относится и к Талмуду, к Кабале еще в большей степени, трудно проконтролировать, трудно проконтролировать знания человека. Во-первых, трудно проконтролировать знания человека, трудно проконтролировать, насколько он понимает материал, да и не ставит никто такой задачи контролировать человека. Просто человек читает некоторый материал, некоторые книги, ему кажется, что он понимает, ему кажется, что это ему что-то дает. Часто, на мой взгляд, это просто заводит куда-то человека в лучшем случае в потерю времени. И здесь как бы глобальный принцип, это относится не только наимноухам, это относится всем, принцип такой, доверяй и проверяй и других, и себя. Особенно это касается русскоязычной сферы, русскоязычной аудитории, в которой, безусловно, по многим причинам господствует, я не хочу сказать, что у всех, но очень сильно распространено глобальное просто непонимание материала, которым люди занимаются, неумение прочесть книги и так далее. Вот, скажем, ярчайшим примером просто, скажем, да, потери времени, то, что ничего не дает, не дает человеку, является, как мы можем представить себе, Лайтман. Я не знаю, насколько, скажем, да, является Лайтман. Его, скажем, то, что он делает, может быть, может считать каким-то, в каком-то смысле положительным явлением, в каком-то смысле, потому что он говорит что-то положительное и то, что находит отклик среди народов мира, вот, но это несколько процентов чего-то положительного. В основном этот человек запутывает, а главное, это превращается просто в пустое переливание из пустого порожного то, что ничего не дает душе, не дает душе человека, не дает ему никакого духовного развития. Вот с этим надо быть осторожным. И здесь, как бы, можно только контролировать самому себя. Понимаешь, не понимаешь. Сесть подумать, что тебе сказали, насколько это, насколько это правильно. в изучении Каббалы, скажем, очень помогает знакомство с философией. Вы совершенно не обязательно должны соглашаться с философскими, с позициями того или иного философа. Совершенно не обязательно принимать позиции Аристотеля и Платона, но понимать ход мысли, понимать те проблемы, которые поднимаются и как пытаются решить их философы, владение логикой, которая, может быть, не всегда применима, логика как элемент философии, может быть, не всегда применима к еврейским знаниям, к мистическим знаниям, но от нее можно оттолкнуться и пойти дальше, как бы, как от теории Ньютона перейти к теории Эйнштейна. Так что знания и философии, и, скажем, современные научные знания, они очень-очень помогают. Я бы сказал, что просто необходимы для того, чтобы человек мог представить себе что-то из еврейского мистического учения. Еще раз, как бы, как резюме, запрета нет. Единственный запрет, который существует, это учить то, что не понимаешь, или, иными словами, не контролировать себя, не проверять себя, не вырабатывать какие-то основы и принципы в своем изучении. Это то, что можно было бы сказать. Есть что-то еще, что добавить, возбросить, спросить, и так далее. Естественно, так можно подчеркнуть, скажем, я не знаю, об этом обычно даже не приходит в голову говорить, по-моему, это совершенно очевидно, скажем, рассматриваются какие-то, скажем, иногда вопросы практической кабалы, то есть в практическом применении этих знаний. Как вот, ну, шутку говоря, как сотворить корову. Значит, практическая кабала – это полный, полный абсурд, вещь, вещь запрещенная. Все рассказы о том, что кто-то что-то делал, владея практической кабалой, оно, оно требует проверки. Наиболее проверки, я бы сказал, даже требует неверия. То, что рассказывают о морали, то, что он сотворил, сделал голема, сделал, как бы, подобие человека, который передвигается благодаря текстам Торы, которые ему вложил в рот, это все рассказы, красивые, хорошие сказки для детей. Если человек не понимает, что нельзя, что как только он пытается применять эти знания практически, типа что-то сотворить корову, или у него нету обеда, подогреть обед при помощи кабалы, да, это моментально превращается в колдовство, в тяжелейший запрет Торы. Это надо было бы учитывать. Окей. Можем, что-то хочется еще спросить, или можем с вами сделать следующий шаг? Так, хорошо. Значит, поскольку не последовало вопросов, и поскольку не последовало продолжение нашего обсуждения, да, то мы с вами тогда возвращаемся к демонстрации экрана, вот, и попробуем с вами развить следующую тему. Следующая тема, можно было бы сказать, так, если мы с вами постарались познакомиться с с Рабишимон Барюхаем, с, очень коротко, конечно, с его биографией, с его учением, мы фактически не затронули книгу Зор, когда-то на наших занятиях мы что-то затрагивали из нее, да, это наша первая тема, теперь наша вторая, наша вторая тема, да, вот, скажем, можно назвать отношение к кабале, что, что учат, а что оставляют в стороне, да, вот, и оказывается, скажем, то, скажем, то общество, то среда, в которую мы чаще всего попадаем, те специалисты в области кабалы, с которыми мы чаще всего сталкиваемся, чаще всего, я не говорю, всегда, чаще всего сталкиваемся, да, они оставляют важнейшие, да, важнейшие аспекты, важнейшие книги кабалы, важнейших авторов кабалы, они просто оставляют в стороне, да, вот, для того, чтобы представить себе, для того, чтобы представить себе, скажем, вот, такой момент, да, ну, давайте, скажем, я, опять же, вот, да, вот, у нас есть такая агада, да, есть у нас такая с вами агада, которая появляется в трактате Хулин на 98-м листе этого трактата, и здесь мудрецы спорят о том, как происходила борьба, как происходила борьба Якова с ангелом, да, каждый из мудрецов выбирает какой-то аспект, какую-то линию, как он видит, как он видит эту борьбу, как всегда, мудрецы смотрят с разных сторон, и нельзя сказать, что кто-то из них неправ, напротив, все они правы, и для того, чтобы получить общую картину, скажем, да, вот, в данном случае борьбы Якова с ангелом, надо было бы рассмотреть все мнения, постараться их все совместить, тогда мы получили какую-то общую картину, но это не наша задача в данном случае, а вот посмотрим, три мнения относительно того, как Яков боролся с ангелом, да, вот, раби Яшуа бен Леви утверждал, что Яков боролся с ангелом лицом к лицу, стоял с ним лицом к лицу и боролся, пытался одолеть его, осилить, и ангел ударил Якова левой рукой по правой ноге, интереснейшая года, сейчас не будем вдаваться во все подробности, лицом к лицу, да, и он знал, что он борется с ангелом, он хорошо представлял, что он борется с ангелом, так всегда, лицом к лицу, борьба лицом к лицу, это, или противостояние лицом к лицу, это ясно, ради чего, во имя чего, с кем борешься, и так далее, но в отличие от Раби Ашу Бен-Леви, Раби Шмуэль Барнахмани сказал, что Яков шел по дороге и разговаривал с путником, который ему встретился ночью, да, и, вот, и тот, и путник был похож на мудреца Торы, и ангел, да, притворившийся мудрецом Торы ударил левой рукой по правой ноге Якова, как бы, результат тот же самый, левая рука по правой ноге, но Раби Шмуэль Барнахмани говорит, что они не боролись лицом к лицу, шли по дороге, разговаривали, да, и ангел представлялся мудрецом Торы, каким-то, да, очень мудрым человеком, который знает основы Торы и так далее, да, вдруг нанес ему удар, да, Раб Шмуэль Бараха придерживался мнения, что ангел похож на идолопоклонника. Яков шел справа от него, да, и ангел, значит, тоже нанес правой рукой по правой ноге Якова, да, то есть, в любом случае все говорят о том, что удар пришелся по правой ноге Якова сзади, да, все это хорошо, но нас интересует только один момент, да, оказывается, ангел противник Якова, да, тот, кто, скажем, является его противником на протяжении всей его жизни, он может быть похож на мудреца Торы. Здесь есть много аспектов, да, что значит мудрец Торы как отрицательное, как отрицательное явление. Зацепимся, так сказать, за слова Рафшерки, который говорит, что вот мудрец Торы, который, скажем, в период изгнания, а борьба Якова с ангелом ночью это образ изгнания, да, и мудреца Торы, у которого есть отрицательное влияние, да, это мудрец Торы, который говорит, вот это учи, а вот это не учи, да, вот это следует учить, а вот это не нужно, не нужно учить, да, как можно ограничивать человека, да, не говоря его способности понять, а просто взять, отложить в сторону вот книги, да, и их не надо учить, как Морена Вухим, Рамбама, да, по учению заблудших, до сих пор относится, находится под запретом, под запретом у многих, у многих учителей, мы не говорим о книгах долопоклонников, мы говорим о книгах мудрецов Торы, великих мудрецов Торы, и книги попадают под запрет в тех или иных кругах, да, например, скажем, тот же самый Рабин Ахман, да, он говорил своим ученикам, своим близким, что не нужно читать Морена Вухим, сам он читал Морена Вухим, так считал, что он должен знать, но своим ученикам он не рекомендовал, не читайте, да, почему, не знаю, можно гадать, можно догадываться, да, вот, но, значит, да, вот, что-то похожее на там, слава Богу, не сжигали книги, вот, не сжигали Морена Вухим, да, вот, но похоже на вот такое сожжение книги, взять и отложить великую книгу великого мудреца в сторону, не читай, почему тебе не нужно, да, почему тебе не нужно, вот, скажем, в этом плане, в этом плане, скажем, да, или давайте мы с вами сделаем так, вот, поскольку огромный объем материала, и я тороплюсь, я хотел немножко начать с другого, мы сейчас сделаем просьбу запомнить тот момент, на котором мы стояли, что исключение из рассмотрения книг великих мудрецов, вне всякого сомнения, великих мудрецов Торы, вот, этот момент, мягко говоря, не очень положительный, мы к этому вернемся, начать я хотел, собственно, с такого момента, да, что, можем представить себе, да, что, пока были пророки, у людей не возникало никакой необходимости, да, заниматься мистическим учением, каббалой, да, любая, так сказать, мистика, любая, любое познание, или попытка познания Всевышнего, она шла через пророков, да, и не возникало вопроса, не возникало вопроса, как трактовать имена Всевышнего, и какие они точные имена Всевышнего, да, и, скажем, что можно говорить о Всевышнем, а что нельзя говорить о Всевышнем, все шло это через пророчество, были пророки, не было мистиков, хотите, скажите, что пророки сами были мистиками, может быть, это правильно, но в любом случае, каббала и пророчество, в каком-то смысле, две вещи взаимоисключающие, не то, что несовместные, а взаимоисключающие, да, и когда мы говорили с вами об изучении каббалы, можно, нельзя, да, вот я упомянул и философию, и упомянул и научные знания, прежде всего надо было бы говорить о пророках, на мой взгляд, просто смешно пускаться в, пускаться в каббалистические изыскания, прежде чем человек не проработал пророков, не проработал пророков, да, пророки, они дают представление о духовном мире гораздо более глубокое и гораздо более эмоциональное, чем то, чем то, что может предложить изучение каббалы. Да, конечно, сегодня нет пророков, да, не все можно взять из пророков, и в какой-то момент у человека возникает желание заняться и, скажем, мистическими знаниями, изучением, это можно представить себе, но не соприкоснувшись с пророками, не узнав их, о какой, о какой мистике, или о каком желании искреннем соприкоснуться с духовным миром можно говорить. Давайте возьмем с вами два, скажем, классических примера. Вот у нас с вами есть шестая глава Ишаягу, прекрасно известная, и вот в ней говорится, что в год смерти царя Узиягу, самому в себе надо было понять, что значит год смерти царя Узиягу, неважно, вот Ишаягу видит, увидел я, рассказывает пророк Ишаягу, увидел, который живет, естественно, в то время, в период первого храма, в то время, когда храм стоит, пророчествует во время нескольких царей, основная его деятельность приходится на время царя Хискиягу, здесь мы видим, что он пророчествует, или начинает пророчествовать во времена царя Узиягу, его прапрадеда Хискиягу, и вот он говорит, увидел я Бога, сидящим на престоле высоком и величеством, и края одежды его наполняли храм, естественно, что я уже здесь должен представить первый момент, что любое видение, как мы, может быть, с вами говорили, пророческое, это речь Всевышнего, обращенная к человеку, речь бывает разная, речь бывает словами, а речь бывает, говорят, как язык тела, то есть жесты, язык жестов человека, бывает язык художника, бывает язык музыки, а бывает язык речи, пророческого образа, то есть, когда человек смотрит на этот образ, пророк перед ним является какой-то образ, он не представляет себе, что можно сейчас протянуть руку и пощупать, или это, скажем, то, что он видит, те, в общем-то, материальные формы, которые он видит, или отображение какой-то материальных форм, что они где-то существуют реально, нет, он понимает, что Всевышний разговаривает с ним, вместо того, что ему сказать что-то, он ему показывает образ, который он должен понять, и свет, который исходит от этого образа, он дает ему силы понимания, правильного понимания этого образа, вот, это я уже себе представил, уже важно, уже важно, уже то, что каббалистические книги не расскажут мне, они начнут они начнут рассказ о сферах, совершенно не определяя, что такое сферы, что такое сфера, сфера мудрости, ну, хорошо, интуитивно, я представляю, что такое сфера, почему сфера, а почему не круг мудрости, а почему не прямая мудрость, а почему не точка мудрости, да, вот, почему? Никто не объясняет, если никто не объясняет, я должен сам подумать, иначе все это изучение, это фикция, я должен представить, почему сфера, Почему не круг, почему не прямая? И уж точно, скажем, габбалистические все термины, они не соотносятся с пророчеством, с пророческим видением. И с образами они не соотносятся. Они могут ввести термин престола Всевышнего, но совсем не так, как говорят здесь, как говорят пророки. И мы понимаем, что Ишаягу, пророку, у него не было никакой необходимости в каббалистических терминах, и он свое учение не передавал ученикам в каббалистических терминах. Он передавал как учитель, как пророк, как мистик, который влияет на своих учеников и словом, и пробуждая их душу, передает то, что ему показал Всевышний, или другими словами рассказал, или другими словами дал почувствовать Всевышний, когда он раскрыл ему образ этот. Скажем, образ этот говорит о том, что божественное присутствие оставляет храм. Он увидел Бога, который сидит на престоле высоком, престол Всевышнего, как бы то место, из которого он управляет всем миром, это храм. Он, престол находился в храме, и вот он поднимается, он начал отрываться от материального мира, Всевышний как бы отрывается от материального мира. А что значит отрыв Всевышнего от материального мира? Что значит, во-первых, не настоящий отрыв, а скрытие божественного присутствия в мире? Рука Всевышнего будет меньше видна, божественное присутствие будет меньше чувствоваться, даже для тех людей, которые приходят в храм, потому что проблемы, которые накопились в еврейском народе, и прежде всего разделение на два царства, на южный и северный, оно приводит к тому, что божественное присутствие начинает отдаляться, и края одежды его наполняли храм. И Ишайя увидит, что Всевышний как бы божественное присутствие не полностью оставило мир, оно еще соединено с ним, но как соединено? Через одежду, через внешние аспекты, а вот сущностное такое проявление божественного присутствия, оно отдаляется, поднимается, остаются только одежды, нечто внешнее. Когда я это учу, я соотношусь с этим. У меня включаются как бы все мои способности, и мыслительные, и духовные, и я сопереживаю тому, что я читаю. Меня не оставляет равнодушным. И поэтому я еще раз хочу сказать, что изучение пророков, оно гораздо выше, чем изучение каббалы. Опять же, в каких-то ситуациях изучение каббалы может дополнить изучение пророков, что-то раскрыть в этом тексте, потому что у нас нету настоящего пророчества. Нужно включить и свои логические, как бы мыслительные способности и знания о мире для того, чтобы представить себе, о материальном мире для того, чтобы представить себе духовный мир. Это все может быть. Но по сути своей, невозможно сравнить пророчества с теми каббалистическими книгами, о которых мы говорим. Огненные ангелы стоят перед ним. Шесть крыльев у каждого из них. Не будем разбирать все, скажем. И взывал один к другому из ангелов и говорил, свят, 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 Бог воинств, вся земля полна славы Его. Я понимаю, о чем говорят эти ангелы, посланники Всевышнего. Словами Всевышнего они говорят. Они говорят, что Всевышний и Всевышний отделен от материального мира, от духовного мира, от самого, от спрактного мира. Он отделен. И в то же время земля наполнена его славой. Я понимаю, почему это важно сказать. Из разных аспектов. Скажем, подчеркивается отделенность, потому что Всевышний начинает оставлять, Божественное в Рисусе начинает оставлять этот мир. И в то же время говорит, что со славой Его она никогда не оставит мир. С одной стороны, оставляет мир, отделяется от мира, с другой стороны, не отделяется от него. И когда мы читаем комментарии, представляем себе комментарии, то мы дальше видим, и заколебались косяки дверей от голоса взывающих, и дом наполнился дымом. Все это имеет отношение к определенному историческому моменту, можно разбирать его. Аишаев говорит, сказал мне, горе мне, ибо погиб я из-за того, что человек с нечистыми устами я, и среди народа, уста которого нечистый, живу я. А царя Бога воинств видели глаза мои. То есть он пугается того, что он видел видение, потому что до сих пор он не видел видение. И пророку дается некоторая сила, духовная, он должен воспринять ее. Аишаев упугается того, что он воспринял неправильно, как бы материализовал тот свет, который тоже был дан ему. Но это не совсем так. Он правильно воспринял пророчество, он увидел то, что Всевышний от него хотел, чтобы он увидел. Но тем не менее, подлетел к нему один из огненных ангелов, и в руке его уголь, зажженный в щипцах, который взял он жертвенника. И коснулся он углем ртам, и его и сказал, вот коснулся, это губ твоих, и снята вина твоя, и грех твой прощен. В чем был грех Иешаев? Один из моментов, он не хотел сказать вместе с этими ангелами, что Всевышний, Всевышний свят, Всевышний, Всевышний свят, Всевышний отделен. Он не хотел подчеркивать этот аспект отделения божественного присутствия от земли, от материального мира. И он промолчал за то, что он не присоединился, и не подчеркнул святость Всевышнего, и не повторил за ангелами, как бы углубляя это пророческое видение, углубляя то, что он должен передать людям, за это он был наказан, за то, что он не произнес свят-свят-свят, свят-свят-свят, за это Всевышний, за это был послан ангел, который коснулся его уст. Не знаю, то, что мне хотелось бы передать, это сопереживание пророку вместе с пониманием величайших аспектов. Мы понимаем мы понимаем отсюда, если мы действительно задумываемся, понимаем, избегаем той ошибки, которую допускают, скажем, горе-каббалисты очень часто, это камень перекновения для них. Мне говорят, Всевышний повсюду. Если мы проучили Ишаяху, если мы поняли его, то мы понимаем с вами то, о чем мы говорили, что нет ни одного места, куда можно было показать пальцем, на которое можно было указать пальцем и сказать, что здесь нет Всевышнего, и нет ни одного места, на которое можно было показать пальцем и сказать, что здесь Всевышний. Видел своими глазами, как, скажем, преподаватель, я уж не хочу называть его раввином, поднимает стакан с водой и говорит, Всевышний повсюду, и здесь в этом стакане тоже есть Всевышний. Мы не говорим так. Наши мудрецы. Иудаизм на протяжении всей истории не говорил так. Это камень преткновения всех кавалистов. Имманация. Все исходит от Всевышнего, все идет, 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 распространяется в Нижний мир. И вот Всевышний находится повсюду, как бы все связано со Всевышним. Может быть, так можно сказать, но это порождает массу проблем. В том числе, проблему ты не можешь поднять стакан с водой и сказать, что здесь Всевышний, потому что действуют два момента, которые мы здесь с вами видим сразу в пророчестве. Отделен и наполнена вся земля славы его. И то, и другое. И есть, и нет. Всякий раз, когда мы сталкиваемся с духовными аспектами, мы сталкиваемся с, скажем, с парадоксом. И вот этот момент, и есть, и нет, он очень часто у нас появляется. К сожалению, да, люди, которые учат кабалу, считают себя с большими специалистами в кабале, у них нету этого, нету этого понятия. Нету этого понятия. Они не могут его понять глубоко, да, потому что они не учили греческую философию, они не знают проблем Зенона, допустим, да, который говорил, что который говорил, что все, что я не понимаю, не существует. Он имел в виду, что одна форма не может переходить, ну, неважно, не будем углубляться. Кто-то не учил, не учил Зенона, он не может понять, как следует, о чем идет, о чем идет речь, если, опять же, он не думал над пророками, да. Если он хочет заниматься кабалой, надо представлять себе проблемы, которые были у древних философов, не обязательно соглашаться с ними, но проблемы, которые у них были, обязательно нужно представлять. Иначе ты будешь поднимать стакан с водой и говорить здесь Всевышний, что, в общем-то, да, грубо говоря, или, скажем, немножко утрируя, является едуопоклонством. Поднять стакан с водой и сказать, что здесь Всевышний – это едуопоклонство. И это выстекает из каббалистических представлений, из попыток людей заниматься кабалой. И, опять же, поэтому совершенно странно, странно, не познакомившись с пророками, не проработав пророков, пускаться в каббалистические рассуждения, тем более не зная философских проблем. Теперь, да, это, скажем, один аспект, да, в качестве еще одного примера, тоже, может быть, короткого, да, даже, может быть, не разбирая. Представим себе книгу Ихискееля, первую главу, первую главу книги Ихискееля, да, вот, как говорят, ваш покорный слуг, сделал подробнейший комментарий к первым, двадцати четырем главам пророка Ихискееля. И с Божьей помощью заканчиваем еще двадцать четыре главы, заканчивая двадцать четыре главы, последующие Ихискееля, да, вот, и считается, что в первой главе, в первой главе содержится, как бы, вся, все основные мистические представления, все мистические представления, да, они развертываются, и как, скажем, знания о духовном мире здесь развертываются, и как метафизические знания, то есть, как бы, за образами, которые мы можем соотнести с материальными образами, за ними скрываются духовные образы, они о чем-то говорят, да, эти образы, они распадаются на три пласта, на три плана. Это образы, образы, образы животных или животных, образы растительного мира и образы, образы, как по-русски говорят, домем, образы, ну, скажем, да, образы материального неживого мира, да, образы животных, образы растительного мира и образы неживого мира, они, как бы, представляют собой такой ряд, развертку, да, метафизических образов, постарался все это здесь передать, все это здесь присутствует, выходит, опять же, на понятие такое парадоксальное здесь, как бы совмещение двух противоположностей в первой главе Хескера, куда без этого, я не знаю, да, просто не представляю себе, о какой мистике можно, о какой мистике можно говорить, о какой кабале можно говорить, да, и, скажем, да, есть, есть, есть книга Рамхаля, да, которая называется «Даат Твунут», «Рави Мушеха Эмду Цату», конец, конец семнадцатого, самое начало восемнадцатого века, да, вот, Италия, и, да, Твунут, как можно сказать, знание, знание понимания, ну, я бы так перевел на русский язык, может быть, несколько условий, знание понимания, да, и он в этой книге разбирает проблемы кабалы, проблемы, которые, проблемы, которые завуалированы, да, проблемы, скажем, философского порядка, проблемы, которые приводят к совершенно, как бы, такому неверному, неверному пониманию, да, начиная эту книгу с того, что он рассматривает, что такое эманация, как можно представить себе эманацию, да, и вопрос в том, что если есть, если есть эманация, то можно бы сказать, и все исходит из единого источника, и с ним связано, то это как-то не дает представить или, скажем, даже приводит к ложному выводу, что источник этот сам по себе неоднородный, не гомогенный, как бы с кого сегодня сказали, да, что что-то, если течет и вытекает, и постоянно изменяется, то, в общем-то, эти изменения, они связаны с источником, да, вот, это проблема, скажем, проблема понятия эманации, которые существуют в кабале, вот, вот, и Раби Луцата дает на это ответ, да, дает на ответ, может быть, удовлетворительный ответ, может быть, неудовлетворительный ответ для кого-то, но он, по крайней мере, выявляет проблему. Большинство людей пускаются в это, в это море философии, плюс, не понимая, не имея даже представления, куда, куда они выпадают, да, и, слава Богу, они не понимают, но часть из них мнений, да, основывается на том, что можно назвать этого поклонства. С одной стороны, ну, ладно, хорошо, человек не понимает. С другой стороны, само по себе непонимание, сами по себе ошибки в представлении мира, в мировоззренческие ошибки, они отражаются и на поведении человека, они ударяют по его качествам, да, вот, теперь это то, что можно сказать. Теперь, возвращаясь, есть еще очень много, что можно было бы обсудить, но теперь, возвращаясь к тому моменту, что далеко не все учат, что есть мудрецы Торы, которые говорят, это будем учить, а это не будем учить, или просто не упоминают о том, что существуют и другие книги, вот, об этом аспекте теперь я бы хотел бы, хотел бы с вами поговорить, да, вот, когда, когда говорят о Кабале, то сразу представляется и Аризаль, и плеяда хасидских, хасидских мудрецов, да, вот, в основном, как бы, в, с какого-то момента вся мистика, она идет через хасидизм, хотя, как мы с вами говорили, и вильнюсский Гаон написал, написал очень интересные труды, ну, очень интересные, это как бы я просто другого слова не подберу, по мистике средних комментариев книги творения, да, но это остается более-менее в стороне, вот, и это не изучается, в основном все сводится к, сводится хасидизму, хасидским авторитетам, но кроме этого, кроме этого, есть еще целый пласт, который, который остается в, который остается в стороне, да, вот, я сейчас пытаюсь, я никак не могу понять, что у меня здесь делается, сейчас попробую для вас открыть, да, вот, даже не вижу, что это, да, вот, перед нами с вами, как бы, да, шутку говоря, если не обидеть величайшего мудрецатора, типичный забытый представитель каббалы, да, это Раф Кук, да, который основывал все свои труды на мистическом учении Ризаля, да, и он подвергался еще резкой критике при жизни, отец его, который также был великим мудрецом, который был великим мудрецом, ну, можно сказать, что мы говорим, Раф Кук родился в 1865 году и умер в 1935 году, прожив 70 лет, да, вот, как бы для ориентировки с 1904 года он в Израиле и очень быстро становится главным раввином Израиля, признанный авторитет, непревзойденный совершенно авторитет во всех аспектах, Торы, да, и написал большое число трудов, основанных на мистическом учении, раскрывающем, в общем-то, незаметно так, как бы из-под мистическое учение, да, и отец его, он подвергался большой критике еще при жизни, отец его говорил, почему ты не ставишь, не указываешь сноски, укажи сноски на Аризаля, откуда ты берешь в основные свои знания, да, и к тебе будут относиться с большим уважением, Раф Кук сказал отцу, да, если я укажу сноски, то все равно они поймут, как те мои выводы, которые я привожу, как они вытекают из Аризаля, да, вот, поэтому он писал, как бы, труды, которые представляют совершенно, совершенно какими-то независимыми, все они основаны на Аризале, и при этом он пользуется и философскими течениями, и древнегреческими, и современными, ему это с философскими течениями ведет полемику, ведет полемику с многими, с многими философиями, философскими течениями, и с течением иудаизма на страницах своих трудов, пишет галахические труды, в чистом таком плане галахические труды, в основном касающиеся земли Исраиля, соблюдения седьмого года и так далее, вот мы можем представить себе с вами, как бы, зрительно небольшую часть, небольшую часть трудов Равкука, это его книги, небольшая часть из его книг, которые уже и изданы сегодня, обычно показывают целые полки трудов любавишеского рыбе, очень хорошо, но вот есть авторитет, интереснейший человек, интереснейшие книги, ничуть не менее значительные по своим знаниям, по своему, так сказать, духовному развитию, если так позволено сказать, остается в стороне, его мы не учим, с ним мы не соотносимся, настолько он под запретом, что, скажем, есть Маагар, сбор электронный, который существует на дисках, скажем, диск Бар-Элана, университета Бар-Элана, и там есть целый, скажем, целый ряд книг, начиная с Мишны, Гемары, Иерусалимского Талмуда, Павелонского Талмуда, Мишна, последние авторитеты, ранние последние книги-респонсов, энциклопедии, все там есть, там нету Равкука. Ни одной книги Равкука нету. Почему? Потому что университет Бар-Элан, который, в общем-то, хотя бы по вывеске своей является сионистским университетом, он боится включить труды Равкука, не будет покупать. Равкук под запретом. Как Рамбам, Морена, Бухим был и остается во многих кругах под запретом, так и Равкук остается под запретом. Поэтому следует опасаться мудрецов, которые говорят, это учи, а это не учи. Я лучше знаю, что тебе надо. Не то, что ты это потом посмотришь, сначала это, а потом... Это не учи. Об этом вообще не упоминаем. О величайшем уме, который есть в Израиле, в том числе и уме, так сказать, мистического плана, мы не упоминаем. Мы его вычеркнули. Очень хорошо. Что можно сделать? Свою голову не обриставишь. Но это то, что происходит. И у Равкука были и ученики, и были другие интересные люди, которые связаны с его течением и с его мистическим течением. Скажем, и они также не очень-то изучаются, и не очень-то их учат. Скажем, у Равкука был ученик, Равкапах, который и проработал Морэнабухим, издал специальное издание, проверенное, специальный перевод как бы с арабского, с Морэнабухим, и сам отличался, человек мистического тоже плана, написал книгу, написал книгу Мэймаром, которую также во многих и многих кругах не употребляют. Мэймаром – это высшие воды. Высшие воды. Книга посвящена земле Израиля как, если так можно сказать, центру мистического учения. Ну, конечно, там, где земля Израиля, там мы это не трогаем, мы это оставляем, мы это под запретом, оставляем по стороне, даже если это интереснейшее учение. Даже если это интересное учение, оно ставит по главу землю Израиля, мы оставляем это в стороне. Почему? Я думаю, многие могут догадаться, вот, или если нет, то этот вопрос требует отдельного тогда рассмотрения. А это Равкапах. Вот. Теперь ученик ученик сына ученик сына Рав Авраама Ицхака Кука. Его сын это Рав Цвиуда Кук. Рав Цвиуда Кук также был большим мудрецом Торы и мистиком. Он родился в 1890 году и умер в 1983 году сын Рав Кука. И вот у него был такой последователь и ученик Рав Леон Рав Леон Ашкенази. Сам сын Рав Цвиуда он не оставил трудов особо, хотя он владел всеми аспектами Торы. Он посвятил свою жизнь в основном редакцию приведению в порядок трудов отца. И издал целый ряд книг. В основном это книги, которые называются «Урод света», так сказать, или спектры света. Это то, что сделал Рав Цвиуда. Первый у него был ученик, интереснейший человек, фактически наш современник. ушел из жизни в 74 года в 1996 году, Рав Ашкенази, который родом из Алжира, сын главного раввина Алжира, также величайший мистик, который мистическое учение излагал простым, доступным языком, и главное без ошибок, без тех, скажем, если так можно сказать, философских ошибок, которые очень часто присутствуют и распространены во многих кругах, которые занимаются кабалой. Он поднял целую плеяду учеников, в основном говорящих по-французски. И тоже можно было бы соотнестись с его книгами, интереснейшими книгами, которые также их, скажем, те, кто изучают такую классическую кабалу в классическом плане, они о нем вообще просто не знают. Не то, что его книги находятся под запретом, о его существовании вообще просто не знают. Он, к сожалению, не писал книг, но по его многочисленным лекциям в последнее время вышел целый ряд книг Раф Маниту или Раф Леон Ашкенази. Еще одной личностью, которая, скажем, относится, очень могла бы помочь нам в изучении кабалы, это уже не линия Раф Кука, скажем, отдельный момент, такой личностью является Раф Елель Цайтлин. Скажем, это конец XIX века, начало и середина XX века, он погиб в Варшаве в тот день, когда немцы вошли в Варшаву, он вышел из синагоги, завернутый в талиты с тферином в руках и был тут же убит, тут же был убит нацистами. Сейчас мы посмотрим, я приготовил, у меня тут почему-то не отражаются, не отражаются, вот, можно представить образ Раф Елеля Цайтлина, который был величайшим философом и изложил современным языком, с одной стороны, с другой стороны, очень точным каббалистическое мистическое учение, часто отталкивался от хасидизма, но излагал ясным и понятным языком мистическое учение Раф Елель Цайтлин. Множество книг, множество трудов по истории и по разъяснению каббалы, которые я бы сказал, когда речь идет о разъяснении каббалы, я бы сказал, что это самостоятельные труды, потому что найти язык и объяснить кого-то из мистиков, это само по себе создать мистическое учение. Раф Елель Цайтлин отличался невероятной любовью к земле Израиля и к еврейскому народу, как мы говорили, любой величайший мистик, он проникнут любовью к земле Израиля, примером может быть его плач Раф Елеля Цайтлина. Сейчас мы посмотрим с вами несколько строк, что же у меня здесь есть, я взял да-да-нет, это то, что нужно нам, то, что нужно нам, вот, это называется плач Елели Цайтлина, с которым обращается к евреям, ко всему миру, в основном к руководителям еврейского народа на кануне Второй мировой войны, на кануне катастрофы, он обращается вот ко всем руководителям еврейского мира, и он говорит так, задаю вам, задаю я всем великим людям народа, адмором, адмором, раввином, руководителем, наставником, лидером партии, как правых, так и левых, а также центристских, этот страшный вопрос, что сделал вам народ мой, что вы привели на него эту великую беду, которая охватила его сегодня, это еще до Второй мировой войны, накануне Второй мировой войны, а те из вас, кто не привел на народ эту беду, из которой он не может выбраться, последние несколько лет, и те, кто даже не был причастен к этому, что вы сделали, чтобы предотвратить несчастье, когда забушевали первые погромы в России, вы сказали, это только досадная случайность, когда погромы набрали силу в 160 городах и местечках, где проживали сыны Израиля, были отданы на растерзание, вы полагались на спасение и утешение, которые, как вы ожидали, придут к вам и так далее, это письмо, крик, фактически на полную упреку в том, что не подняли, не подняли народ в землю Израиля, не сказали ему подниматься в землю Израиля, не привели ему любовь в земле Израиля, земля Израиля, земля святая, и на ней люди возвышаются духовно, она может стать землей спасения для тысяч и со временем, и для десятков тысяч сыновей Израиля, как ему больше не виделось. И почему же вы в свое время не обратили внимание на эти слова? Это плач Гилеля Цайтлина, величайшего философа еврейского, естественно, величайшего мистика, автора многих и многих интереснейших трудов. Для того, чтобы не быть голословным, мы сейчас попробуем с вами что-то открыть из его строк, из его строк, чтобы познакомиться с его строками. Сейчас, секунду, почему-то у меня здесь сбились названия. Это книга, которая называется «На грани миров», перевод, который на русский я пытался организовать в свое время, но так, к сожалению, и не получилось, потому что, опять же, великие книги, великие труды и великие авторы оказываются недостаточно оцененными и недостаточно понимаемыми. «На грани двух миров». Книга, которая отличается ясным объяснением, если так можно сказать, каббалистических терминов, духовных терминов еврейской мистики. Вот здесь первый, как бы, то, что он начинает, «Ешми Айн» сотворение из ничего. Он берет отрывок из Тании. В любом месте есть жизненность, есть жизненность, жизненная сила Творца, потому что наверняка есть в каждой вещи вкус или запах, или облик, или любовь, или другая мера. И если мы отделим эту вещь от ее материальности, оставив только ее духовность, например, вкус или запах, то увидим своим ощущением, что она не ощущается руками и глазами плоти. То есть, скажем, доказательством какой-то духовности, нематериальности, которая связана с каждым предметом, является то, что можно абстрагироваться от материальности и представить себе те или иные аспекты этого материального объекта. Ощущается ли жизненность человеческой души, поэтому наверняка это духовная сущность, жизненность творца, пребывающего материальной вещи, как душа в теле. Может быть, сейчас это очень трудно, но давайте я попробую просто изложить его идею. Он говорит о том, что, скажем, творение из ничего. Говорит о том, что творение из ничего происходит постоянно. А где это ничто? В этом ничто, как говорит Елецатин, поясняет, если так можно сказать, образно, может быть, я несколько здесь утрирую, там его длинное объяснение, что в этом ничто находится Бог Всевышний. В ничто находится Бог. Почему? Потому что ничто, это то, что мы не ощущаем, то, что мы не понимаем, то, что мы туда не дотягиваемся, это ничто, но это ничто, оно не константа. Мы постоянно как бы, да, мы постоянно расширяем область понимаемого, ощутимого, да, развивая свои чувства, развивая свои мыслительные способности, постоянно как бы расширяем область ощутимого и ничто, оно оказывается не константные границы, а постоянно движущиеся, как бы расширяющие границы, да, несколько интереснейших понятий, да, ничто, это Бог, это Всевышний, оно превращается в они, я, об этом говорит и книга Зовр, кстати, даже в Гемаре можем найти такие посылки, да, вот, и об этом говорит Раф Сайдлин очень скомкнутно, только чтобы как бы почувствовать глубины мысли человека, глубину мысли человека, глубину проблем, которые он затрагивает, и что, да, эти книги, да, они не очень-то популярны, не очень-то изучаются, а для, скажем, для русскоязычного читателя они полностью закрыты, полностью закрыты, да, хотя, скажем, такие, такие книги, как там, скажем, Раби, Раби Ашлага, в которых невозможно разобраться, невозможно разобраться, это требует, может быть, каких-то многолетних трудов и усилий, они переводятся, печатаются, не всегда правильно переводятся, переводятся на русский язык, это то, что касается каббалы, понимаете, потому что мы, скажем, бросаемся там, изучение каббалы, и это хорошо, нас тянет к духовности, к мистике, к смыслу, очень хорошо. Нам представлять себе, что мы попадаем, когда мы бросаемся там, скажем, вот в эту мистическую там область, мы попадаем в круг людей, область, из которой целый ряд книг важнейший, интереснейший, они просто исключены. Общая характеристика авторов, которые исключены, которые, как правило, исключаются, это авторы, которые подчеркивают любовь к земле Израиля, проникнутой ей, да, и с моей точки зрения, как бы, по крайней мере, тот критерий, который у меня есть, да, вот, это критерий истинности, нет любви к земле Израиля, горящей, пылающей, нету в этом настоящего понимания, нету в этом настоящей правды, да, вот, и эти как раз книги, они оказываются за пределами, за пределами понимания, вот, таким образом, скажем, мы можем вернуться с вами к Раби Шимон Барюхаю, то, что мы, с чего начали, да, величайший мистик, да, который любил землю Израиля, да, до последней клеточки своего тела, как бы, тоже да, вот, здесь я остановлюсь, если, пожалуйста, есть что-то спросить, да, предупреждаю, что вся эта информация, она очень обзорная, только чтобы, как бы, соприкоснуться с этим, с этими авторами, познакомиться с их существованием, но ни в коем случае не претендуем на изложение, на полноту изношения трудов, пожалуйста. Рабзеев, можно вопрос, да? Да, пожалуйста, да. Буквально пару слов по поводу Ашлага, вашему мнению, по поводу современных, как вы правильно сказали, горе-каполистов, Лайтман и так далее, в том числе, как ваше мнение соотносится с мнением Пинхаса по этому поводу, какого-то его книги «Центральная идея кабалы». Буквально два слова. Я, о какой книге Пинхаса вы говорите, если можно? «Центральная идея кабалы», где он описывается, да, он дает краткий обзор, краткий в конце по поводу современных горе-каполистов, так далее. В основном, конечно же, рассматривать учения Рау Кука и так далее. Буквально пару слов. Я тут к своему стыду, я, к сожалению, не читал эту книгу, с уважением отношусь к высказываниям деятельности и писаниям Пинха-Заполонского. Вот, и надеюсь, что там правильная линия, но я, к сожалению, не читал. То же касается Раби Ашлага. Это интереснейшие труды. Он воспитал целую, скажем, целую плеяду последователей. Один из людей, который у него учился, это Раф Шерки. Я не знаю, как, значит, проблема с тем, что сами по себе книги Раби Ашлага, если переводить их вот так просто, скажем, на русский язык, или использовать их в качестве учебника совершенно, совершенно невозможно. Это, скажем, делясь своим опытом, несколько лет посвятил изучению трудов Раби Ашлага и не только его комментарии на Зогр, но и есть книга Толдот Эсер Сафирот, как бы происхождение десяти сфер, если так можно сказать, да, есть и другие его книги, есть другие его книги, у него множество трудов, постарался проработать все, да, он пытается создать, пытается создать схему, как бы, как работает духовный, как работает духовный мир, как бы, как часовой механизм, да, это не значит, что есть предопределенность, многое зависит от человека, но если что-то запускается, то дальше работает все как часовой механизм, да, с полной ответственностью говорю вам, что схемы, которые он рисует, они не работают в том плане, да, не работают просто, это не математическая схема, всегда требуется что-то еще добавить, что-то еще пояснить и так далее, не существует схемы, не существует описания, которое бы давало какой-то механизм работы духовного духовного мира. Есть очень много интересных и философских моментов, и полезных, которые есть в его книгах. Я бы не советовал погружаться в них, потому что это просто море, да, это занятие, занятие на всю жизнь, да, естественно, это совершенно неприемлемо в изложении Лайтмана, в его и ранних работах, и более поздних работах Лайтмана, он совершенно никоим образом не отражает учение Раби Ашлага, сдевает какие-то там моменты отдельные, опять же, все сводит к схемам, которые просто, это обман народа, это не схема, это ничего не работает, это не имеет никакого отношения к познанию духовного мира, понимаете, это то, что можно сказать, значит, вот, так что, вот, опять же, к сожалению, я не знаком с этой работой Пинхаса, вот, надо было посмотреть для того, чтобы хотя бы с вами разговаривать, вот, я постараюсь посмотреть, вот, окей, Равзеев, а можно вопрос по Лайтмана, у него есть перевод, боже, Баль Сулама, да, вот, насколько можно просто над переводом корректно его смотреть, или это тоже, как бы, скажу, в этой книжке? я не думаю, если даже не соотноситься с переводом и вообще просто трудностью перевода таких текстов на русский язык, адекватной передачи такого текста на русском языке, если даже с этим не соотноситься, я боюсь, да, что, скажем, перевод Сулама, который является комментарием Назор, да, он во многом, он во многом бесполезен просто, просто бесполезен, просто потеря, потеря, потеря времени, да, потому что это все какие-то очень далекие намеки, вот, далекие намеки, которые доступны, скажем, человеку, который, может быть, там, годами над этим сидел или он потратит всю жизнь для того, чтобы разобрать отличия одного и другого, да, все, вот, сфера, сфера Малхут, да, постоянно в Сулам, вот, здесь говорится об этом, об этом, комментарий, это сфера Малхут, опять читаешь, здесь, в Зокру об этом, об этом, да, комментарий Сулам Малхут, да, и здесь Малхут, и здесь Малхут, да, дальше только моя работа, понять, какая разница между этим и между этим, потому что не может быть, чтобы здесь и здесь было об одном и том же, да, и что он имеет под словом Малхут, не знаю, да, поэтому, на мой взгляд, да, сами по себе книги, может быть, и не вредные, и не плохие, да, чтение их, как таковое, просто фронтальное чтение их совершенно, бесполезное занятие, потеря времени, да, опять же, предлагаю, предлагаю, не знаю, как это сделать на данный момент, потому что этого не существует, не существует этих работ по-русски, предлагаю переключаться на те моменты, которые не используют, на те книги, которые не используют каббалистические термины, которые разговаривают современным языком с человеком, да, и не употребляют в свое время вот это Малхут, везде, везде Малхут, везде, 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 везде Малхут, тысячу мест в Зогр прочитал, места совершенно разные, везде Малхут, но, может быть, оно и правильно, но это тогда только для какого-то близкого, посвященного человека, который между нами и так уже все знает, ему это не нужно, да, да, скажем, да, комментарий Сулам на Зогр, да, есть интереснейшие места, но просто как сквозное изучение, просто, мне кажется, что это нерационально, это просто нерационально, да, вот, можно привести, можно привести примеры и так далее, да, но, скажем, если, как бы, пытаться что-то сказать из своего опыта, опять же, гораздо лучше, это Раф Цайтлин, да, это Раф Кук, это Раф Капах, его Меймаром, Высшие воды, да, вот, как это брать по-русски, я не знаю, я не знаю, это надо спросить тех людей, которые, переводят, переводят Сулам, но не переводят Раф Кука, у них надо спросить, где нам брать эти материалы, вот, потому что эти материалы, и Раф Кук, и Раф Цайтлин, и Раф Капах, да, это слова, понятные, глубокие, требующие размышления, и есть над чем думать, есть над чем думать, есть из чего исходить, что строить, а не повторять постоянно, что вот это молхут, понимаете? И понятно, спасибо. А на английском, тот же Раф Кук больше встречается, чем на русском. На английском забыл, вот, когда вы говорите по-английски, забыл упомянуть, видите, просто настолько, как бы, обширная тема, и забыл упомянуть книги Рава Каплана, Арье Каплана, часть есть из них на русском, есть и, есть там, на английском, полезнейшие, интереснейшие их книги, Раф Арье Каплан, да, многие говорят, что он не кабалист, так далее, пускай не кабалист, он проявил тщательные исследования, да, собрал материалы, проанализировал, получились интереснейшие книги, у него есть книга Jewish Meditation, еврейская медитация, короткая, очень книга обзорная, есть Meditation and Kabbalah, медитация и каббала, интереснейший труд, который дает периоды каббала, развития каббалы, понимаете, каббала, она одна и та же, но языком-то мы говорим разным, в разные поколения, и тут с этим ничего не сделаешь, у него есть исследование, это, он добрался даже до Ленинградской библиотеки, в то время, когда это было совершенно закрыто, да, вот, Раф Арье Каплан, физик американский, очень интересный исследователь, есть у него комментарии на книгу творения, на книгу Яцера, тоже существует по-английски, так что, если выходить на английский язык, там есть, вот, и Лельцайтлин, кстати, есть по-английски, есть гораздо более широкий область, чем на русском. Окей, спасибо. Что-то еще хочется спросить? Так что, хорошо. Есть вопрос в чате, слегка. с чем соотносить свои знания при изучении Каббалы? Как понять, не ушел ли ты в неправильном направлении? Очень замечательный вопрос, да, вот, я не знаю, есть ли здесь точный ответ, понимаете, если есть, если есть очень грамотный собеседник, учитель, или можно с ним обсудить вопросы, которые у вас возникают сомнения, тогда проблема решается. Если нет такого собеседника, да, то только одно, да, это обращаться ко Всевышнему с молитвой, чтобы он помог, не ошибиться, да, и прикладывать максимальные усилия для того, чтобы не играть какими-то формулами и схемами, да, а пытаться понять суть вещей, только самому, да, вот, как, как еще проверять, трудно, нету никаких, как я вам говорю, нет ни контрольных работ, никаких проверочных, там, проверок знаний, ни в интернете, нигде, вы не найдете такого по Каббале, только самому, самоконтроль тоже называется, да, как говорят в боксе, не пропускать удары, единственное, что. я рад очень тому, что, мне кажется, получился серьезный разговор, у Матана есть еще вопрос, может быть, мы ему дадим, нет, как мы? Да, я всех открыл. Пожалуйста, Матан, да. Всех, кроме меня, спасибо. Я хотел просто добавить, Равзеф, если мне можно, вот из той же самой маленькой книжечки, брошюрки, Пинхаса, да, по поводу, как бы не уйти в сторону, как бы не ошибиться, он пишет, там предлагает маленький, такой простой совет, основное правило, как бы кабалы, нужно все время, не забывать, проецировать все понятия, все, что читаешь, все, так с информацией, на себя, лично на себя, если это не работает, если ты не понимаешь, о чем речь, то ты, значит, уходишь куда-то, то есть, все время идет проекция на себя. Ну, понятно, да, 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 очень хороший совет, да, ну, а что, да, вот, очень хороший совет, да, хорошо, ладно, я очень рад, что у нас сегодня, по-моему, получился серьезный разговор, надеюсь на его продолжение дальше, вот, и всем хорошего и замечательного, замечательного праздника, да, вот, а я с вашего разрешения пойду молиться и отчитывать Омер. Нет проблем, мы тебя не только не отпускаем, но и присоединяемся, кто как может на своих местах, окей, мне кажется, мне кажется, была совершенно потрясающая лекция, вот, дикое количество совершенно интересной информации, не знаю, пожелания, если можно, было бы хотя бы из тех тайтлов, которые были представлены, чуть-чуть расширить и по каждому из них сделать, ну, хотя бы один урок, чтобы понять, вообще говоря, концепцию и все, потому что, ну, как бы у нас все время уникальные уроки, да, у нас просто написано, что у нас уроки все уникальные, вот, но то, что было сегодня, как бы информация, это действительно уникальные вещи, вот, не говоря о том, что вопросов в открытии специальной дискуссии, почему именно те книги, которые Равзеев упоминал, и почему, в кавычках говорю, именно в Израиле они являются под запретом, вот, это тоже интересный момент, который стоило бы, вообще говоря, обсудить. С большим удовольствием, я постараюсь, постараюсь выбрать яркие примеры, и из Равкука, и из Равкапаха, постараюсь выбрать яркие примеры, чтобы мы представляли себе более четко, о чем идет речь. Вот, попробуем. Хорошо. Окей, замечательно, я думаю, что это наш очень хороший ответ, как бы специализированный, интеллигентный, профессиональный, скажите, как угодно, глубокий, той, как бы, ну, скажем, мутной волне, каббалистической, да, в кавычках, которая идет со всех сторон, включая, не к столу будет упомянуто, Лайтман и прочего, мне кажется, что это вот, как бы, достойный, совершенно ответ, правильно? Дай Бог, дай Бог. Хорошо. Всем всего самого доброго. Всем счастливо, до свидания, пока, давайте продолжим обсуждение в наших, во всяких местах, телеграммах и прочих. Окей, всем счастливо, пока.